Первые признаки деменции. Как распознать наступающую деменцию и как ее не допустить или побороть, вылечить. Деменция это умственное ослабление из-за атрофии определенных участков головного мозга. Вопрос, почему начинается эта атрофия? Об этом я расскажу. Важно также знать, что при деменции особенно страдает гиппокамп. Врачи не хотят видеть связь между питанием и деменцией, а она между тем самая прямая. Да, пища влияет на все, на мозг, на старение, на весь организм. Мой канал этому посвящен. Не всегда деменция имеет отношение к стрессам, генам и тому подобное. Но все же, при стрессе, усталости, перегруженности работой, при истощении нервной системы, при дефиците некоторых витаминов, из-за недосыпов, из-за высокого сахара в крови, при повышенном артериальном давлении, то есть артериальной гипертензии, могут быть похожие симптомы, как те, что бывают при деменции. Потому наличие этих симптомов, о которых я скоро вам расскажу, еще не будет означать то, что у вас точно есть деменция, или что это есть первые признаки деменции. Но найти причину, обследоваться точно необходимо, если эти признаки есть. Ведь они сами по себе точно уже не говорят о вашем здоровье. А наоборот, часть признаков будет вам знакома, но о части вы и не представляли. И помните, именно совокупность этих признаков может с большей уверенностью говорить о том, что у вас есть деменция. Признаков восемь. Первое. Изменение личности. Говорят, как будто другой человек другим стал. Второй признак. Спад концентрации внимания, ухудшение памяти. Человек забывает то, что было совсем недавно. Третье. Проблемы с речью. Когда человек путает слова, названия, у него бессвязная речь, бессмысла. Человек говорит вам что-то, но речь его нелогична, не о том. Иногда как в бреду. Человек думает, что он ясно излагает. Он думает одно, хочет донести до вас что-то, а излагает непонятное, как будто бредит. Это проблема гиппокампа. Это очень явный признак деменции. Подобное, кстати, бывает и после сотрясения мозга. Когда также связи в мозгу разрушаются, нарушаются, разрываются. Четвертое. Сенсорные дисфункции. Это могут быть проблемы с обонянием, слухом, вкусом, зрением, аппетитом. Пятое. Запоры. Есть связь между мозгом и кишечником. Ну вы слышали выражение кишечник, второй мозг? Это нейромедиаторная связь, я далее поясню, в чем она. Так вот, у людей с Альцгеймером, Паркинсоном чаще всего бывают запоры. И связь здесь прямая. Шестое. Плохое ориентирование в новых местах. Это нарушение ориентации в пространстве. Седьмое. Трудности в организации планирования, собранности. Восьмое. Апатия и заторможенность, погружение в себя. Еще раз скажу, совокупность этих признаков, большая из них часть, с большей долей уверенности говорит о том, что действительно есть деменция. Или, по крайней мере, наступают эти самые признаки, которые об этом говорят и вскоре приведут к этой проблеме, а далее к более серьезным проблемам. Поэтому надо знать, что, как бороться, как не допустить и как вылечиться от этих первых признаков, которые указывают в любом случае на то, что у вас есть проблемы с организмом. Кстати, накопление в организме ионов алюминия приводит и к деменции, и к Альцгеймеру, и к Паркинсону. Про гиппокамп. Пару слов. Из-за чего он уменьшается, атрофируется? Что и приводит к вышеописанным мною проблемам? К этим признакам деменции. А это дефицит витамина В1, тиамина. Так вот, сейчас я вам расскажу, как исправить эти проблемы на ранних стадиях, как не допустить деменцию. И здесь, конечно, необходимо изменение питания. Это есть ключ к победе. Да, кстати, вопрос к вам, к зрителям. Может, мне стоит сделать видео про Альцгеймер и Паркинсон? Конечно, не у всех есть эти болезни, но, может быть, они есть. Или первые признаки есть у ваших родных, мам, бабушек, дедушек. Да и вы не всегда будете молодым человеком. Напишите, я подумаю, стоит или нет по вашим комментариям. И вообще, не ленитесь, пожалуйста, оставлять комментарии. Тем более, если вы мне благодарны за мои видео, потому что это помогает продвижению ролика. А значит, это будет и меня стимулировать делать новые, важные, интересные видео, тратить на них часть своей жизни, тратить много времени и труда. И так жду ваши комментарии. Ну а сейчас, как все это исправить? И устранить признаки, и предотвратить более серьезные проблемы. И здесь всего пять пунктов. Буквально минуту рекламы. Качественные, уникальные и очень нужные всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России, я имею ввиду в других странах мира, где она работает. Итак, что же нужно для прекращения разрушения мозга? Первое, это устранение дефицита витамина В1, тиамина. Помните и знайте, что именно из-за алкоголя, в первую очередь, разрушается витамин В1 со всеми вытекающими последствиями. А во вторую очередь, из-за избытка быстрых углеводов в рационе питания, то есть моносахаридов, это глюкоза, фруктоза. То есть я говорю о сахаре, и не только синтетическом, но и натуральном, содержащихся, например, в фруктах. Особенно при низких физических нагрузках. Сахар, глюкоза, фруктоза истощают запасы в организме витамина В1, а он участвует в переработке углеводов. Что делать? Надо принимать витамин В1 дополнительно. Помимо тех доз, что вы получаете из пищи, тем более из какой пищи, возможно, вы его и не получаете вовсе, из того, что вы едите. Особенно, если ваша пища вареная и жареная, преимущественно. Или, я советую, принимать пищевые дрожжи, но, внимание, безвредные, не термофильные, натуральные, никакие не обогащенные чем-то. Вот эти. Необходимо убрать сахар и все сладкое. Никакого алкоголя. Больше ешьте овощей и зелени. И обязательно ешьте спирулину и хлореллу. Там тоже много витамина В1. Ссылки в описании. Второе. Наладить работу кишечника необходимо. Ну, как об этом рассказать быстро, то есть, что делать? Это трудно, почти невозможно. Тем более, у меня много видео было на эту тему. Проще их оставить в описании. Но кратко скажу следующее. Кишечник второй мозг. Многие нейромедиаторы производятся кишечной микрофлорой, синтезируются, нашей, родной. А если она замещена патогенной? Если у вас дисбактериозные состояния? Синдром избыточного бактериального роста? Синдром дырявого кишечника? Как тогда быть? Надо устранить воспаление кишечника. Посмотрите мое видео с синдром дырявого кишечника. Я очень рекомендую, это самый простой способ, принимать симбиотические пропионовые бактерии Эвита. Принимать гель-сорбент, о котором у меня с моим коллегой доктором было видео. Обязательно есть больше кристоцветных, это разные виды капуст. Особенно брокколи. И обязательно проращивать семена брокколи и есть вершки. То есть, вот эту микрозелень брокколи. Непременно видео о брокколи мое. Посмотрите, там все подробно. Но помните, что в проростках брокколи много уникального вещества сульфорофана. А это вещество, наряду с другими, содержащимися в проростках брокколи, улучшает память, восстанавливает поврежденные нейромедиаторы. Ешьте много зелени, особенно дикоросы, такие как крапива, сныть, молодые листья дуванчиков, лопух, лебеду. Еще очень важный момент. Голодание интервальное и длительное с очищением кишечника. Это очень важные процедуры, к ним надо правильно подойти, подготовиться, и они принесут только пользу. Голод это природно-естественный механизм очищения, восстановления организма. Неправильно была поговорка, не до конца сказанная, голод не тетка. А правильно, голод не тетка, а мать родная. Но только с умом. Мои видео, объясняющие все, я оставлю под этим видео. Третье. Кетоны. Кетоны это топливо для поврежденных нейромедиаторов. Перейдите на веганское кетопитание. Обязательные тренировки, активная физическая работа на все группы мышц. Движение это жизнь. Ну хотя бы длительные прогулки для пожилых и немощных. Очень важен хороший сон для мозга. Четвертое. Необходимо убрать лектины из рациона питания, хотя бы глютен. Это один из многих лектинов, всего их около ста. О них было у меня несколько видео. Ешьте продукты обязательно только без гербицидов, они разрушают головной мозг. Химически напичканные продукты, выращенные на убитой почве. Все это приводит и к раку, и к деменции, и к другим проблемам. Пища должна быть в идеале органической. Почвенные бактерии нельзя убивать химией. Этот вред, неполноценность продуктов, это все передается по пищевой цепи со всеми вытекающими негативными последствиями. Пятое. Бады. Важнейшие бады. Во-первых, это уникальный гриб, ежовик грибенчатый или по-другому он называется герицей. Это уникальный гриб, особенно если взять из него концентраты действующих веществ лечебных, и такой препарат и есть. Вот он, по ссылке я его оставлю вам. Так вот, он восстанавливает когнитивные функции мозга. При Альцгеймере, Паркинсоне он очень эффективен для улучшения памяти, мышления. Также обязательно принимайте омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Особенно важно, чтобы были две из них, ЭПК и ДГК. И, конечно же, витамин Д3. Вот в этом видео своем по печени я подробно про эти варианты получения омега-3 рассказывал. Про все комбинации и варианты. Лучше всего вот это масло 4 в 1, там есть все. Обязательно принимайте экстракты гингобелобы. Научно доказано, что гингобелобы улучшает память, так как улучшается микроциркуляция крови в головном мозге, клеточное дыхание и так далее. Очень важен минерал цинк. Принимайте цинк двойную дозу от рекомендованной на упаковке. Ну что ж, дорогие товарищи, я очень рекомендую вам пересмотреть эту мою лекцию, уже конспектируя ее. Просто выписывайте, что же нужно потреблять. Я обо всем сказал. Этого и изменения образа жизни будет точно достаточно для того, чтобы вы устранили эти симптомы и чтобы вы не страдали даже через много лет деменции, а до глубокой старости у вас был ясный ум, хорошая память, прекрасное оперативное мышление. Если вы примете к жизни, что называется, все эти меры или хотя бы большую из них часть, самые главные, то вы однозначно добьетесь желаемых результатов. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь. Вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.